Добрый вечер, уважаемые! Татьяна Щербак. Четвертый номер. Даниэла Басаева. Да, вот Сочнева получает. Вновь уходит и вновь подача и угловой. Ну вот пытаются наигранную комбинацию разыграть. Ну и надо сходу бить. Совершенно правильно. В журной ноте, совершенно верно. Вот сейчас получает Татьяна Морина мяч. Нет, 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 нет. И вновь у Сочнева. И Сочнева. Вот это, можно сказать, первый голевой момент. Напрягается, все время напрягает. Это Шарифова с мячом. Ну и правой ногой почему бы не ударить. Да, она пробила с 17 метров. Хорошо действует 20 номер Яна Чуб. Удар. Какой опаснейший удар это наносило. Убирается Енисеем. Пока счет 0-1 в пользу Енисеем. Опаснейший момент. У ворот Зенита. Ух. И вновь, вновь у Косаревой. Передача на восьмого номера. Сейчас опаснейший момент. Опаснейший момент у ворот Зенита. Я думаю, что удивляться здесь, наверное, особо нечему, скажем так. Вот сейчас опаснейший момент. Удар. И мяч проходит мимо ворот. Очень опасный момент. Давайте. На самом деле, очень опасный момент. И 1-0. Пока мы тут обсуждали погоду. Увы, счет на, получается, 32-й на 33-й минуте. Это очень опасный кота. Очень опасный эпизод. Посмотрите, седьмой номер сделал передачу на, это Виктория Шкода, сделал передачу на Косареву. А Косарева очень хорошо смещается на левый фланг, в центр, на правый фланг. Вот сейчас видите, передача была на левый фланг, и она левой ногой пробила, и мяч оказался в воротах Зенита. 1-0 в пользу Краснодара. Ренат, расскажи, видел ли ты реакцию тренеров, как это было, Ольга Порядина и главный тренер Краснодара, как они отреагировали на вот этот забитый гол? Ну да, Ольга Порядина. Елена Косарева, которая является лидером атак. Ох, сейчас, какой удар! 20-й номер, капитан команды. Перебороть вот этот неудачно складывающийся. Сейчас опять левой ногой будет бить. Да, гол, второй. Да, 43-я минута, и 2-0. Да, 2-0, и сейчас, мне кажется, это был рикошет от ноги. От ноги пятого номера. Пятого номера Людмилы Шадринова. Давайте посмотрим еще раз внимательно. Мяч у Елены, у Яны Чуб. Нет, нет, это восьмой номер. Да. Да, это рикошет. Это рикошет. Мяч у Полины Органовой. Именно она забила этот мяч. И, а это... Третий номер Морозова срезала мяч в свои ворота. Да, вот она. Она раз задела левой ногой, и мяч оказался в углу ворот и на 40. Поэтому могут быть и у одной команды неудачи, и у другой. Но вот вновь мяч у Елены Костревой. Она, без сомнения, самый яркий. Игром. Командир Морозова. Командир Морозова. Сейчас Татьяна Морина с мячом проходит в штрафную. Опасно. Опасно, но, к сожалению, пробила не слишком сильно. Чуб Органова и Костырева. Подача во воротарскую. Наш голкипер забирает мяч. Саативу. И я не могу сказать, что наши футболисты ее выигрывают. Сейчас вновь опасный эпизод. Если бы седьмой номер. Пытаются в прессинг пойти. Сейчас здорово. Один на один. Морева выходит. Надо забивать. Гол. 2-1. И слышим, как взрывается стадион. 2-1 Татьяна Морева реализовала выход 1 на 1. Казалось бы, прессинг. Вот видите, гол-то практически из ничего. Только мы сказали, что нужно забить хотя бы один. И вот, по-разгондируют болельщики. Внимательно. Очень неправильную передачу совершила шестой номер. Да, это кажется шестой номер. Она в центр отдала мяч. Посмотрите, в центр, когда идет прессинг. Ни в коем случае. И мяч выиграла, кстати, вышедшая на замену Татьяна Степанова. 27-й номер. Мяч оказался у Татьяны Мориной. И она пробила первый ответный мяч в ворота Краснодара. Счет стал 2-3. Придержали замену. Я так понимаю, что именно Морину хотели с игры снимать. Вот сейчас мяч у Ники Беловой. Она могла сейчас... Опасная атака. По правому флангу навес. Восьмой номер. Полина Органова сейчас могла решить исход встречи. Да. Нет, фалва нет. Нет нарушений. А вот сейчас вновь Татьяна Морина может выйти один на один. Во всяком случае, надо прессинговать. Потому что, таким образом, счет 2-1. Час будет очень опасный момент. Удар. И Галки четко и правильно показал, что мяч должен быть... Ну, сейчас опасно подавало. Но... Игры, да. Достаточно вспомнить матч с Чертанова, да и с Енисеем. Зенит забил в добавленное время. Ух! Какой сейчас был удар мощный. Да, это Яна Чук. Игры голкипера. Затем... Ну, это было забавно. Еще один навес. Татьяна Егорова пытается выиграть мяч. Мяч у Екатерины Сочневой. Она проходит вперед. Делает передачу. Замыкай! Гол! 2-2! 2-2! На последней минуте встречи. Вот это Зенит! Ай-да молодцы! Ника Белова. Кажется, это она. И посмотрите, даже голкипер. Братарь наш бежит обниматься. Алена Беляева бежит в штрафную. Поздравляет своих партнеров. 2-2. Победу. Но все-таки Зенит за счет того, что болельщики сегодня пришли на стадион поддержать команду. Не могли вот так уйти с поражением, да? И все-таки забили. А давайте посмотрим, как же это было. Ника Белова с мячом делает... А, по-моему, 27-й номер забила, Леонид. Да, 27-й. Это как раз на замену вышло. Нет, это не 27-й. Это 20-й номер. Кристина Фролова забила мяч. Да, Екатерина Сочнева делала передачу. Там немножко замешкались. Ираки и 20-й. И Полина Органова блестяще сыграли. Но и наши девушки сегодня спасли матч. Спасли матч. Фактически в компенсированное время. 2-2. А сейчас, я думаю, что мы увидим и фрагменты этого прекрасного матча. Этого интереснейшего матча. И...